В Челебинской области, в окрестностях Магнитогорска, наш земляк, великий екатеринбургский квадроциклист, победитель ралли Дакар в прошлом году в классе квадроциклов Сергей Корякин, выиграл третий этап крупнейшей в России внедорожной квадросерии Canon X-Race 2018. В отличие от Дакара, Сергей Корякин преодолел 400-километровую трассу на мотовездеходе, а выступал он в категории ССВ Суперспорт вместе со своим другом и штурманом Антоном Власюком, с которым он, собственно, и начинал свою карьеру на Canon и теперь у обоих уже более 20 побед на этапах за плечами. Этот сезон внедорожной квадросерии стал уже девятым, следующий получается юбилейный. Дуэт Корякин-Власюк стал одним из трех экипажей, преодолевших Магнитогорскую трассу без единой минуты пенализации, то есть екатеринбуржцы на своем маверике ни разу не нарушили правила. Да-да, на Canon тоже есть свои ПВД, правила внедорожного движения. Третий этап квадросерии стал последним в этом году, но организаторы посулили официальные итоги всей серии, по сумме всех трех этапов объявить только завтра. Однако Сергей Корякин не поленился, взял калькулятор и посчитал, что он выиграл не только третий этап, но и всю квадросерию Canon X-Race 2018 в категории ССВ Суперспорт, то есть в классе максимально подготовленных суперспортивных двухместных мотовездеходов. Свою победу Сергей решил влить в общую победу нашего родного Екатеринбурга в битве за всемирную выставку «Экспо-2025», хозяин которой определится в ноябре. Дабы не быть голословным, цитирую Сергея Корякина. Финальный этап стал одним из самых трудных этапов этой серии. Очень многим участникам он не дался, потому что они отрывали себе подвески и колеса. Я горжусь своей командой. Эта победа в сезоне и на этапе – это общая наша победа, к которой мы достаточно долго шли. В прошлом году нам не удалось показать результат из-за технических поломок. В этом году нам удалось исправиться. В следующем году я уже буду выступать в категории «Абсолют» и надеюсь, что смогу завоевать новую победу. Пускай эта победа станет очередным вкладом в общую победу Екатеринбурга в «Экспо-2025». Конец цитаты. Если от успеха наших земляков Сергея Корякина и Антона Власюка выйти на некие обобщения и немножечко рассказать о самой квадрогонке в целом, то в этом году первый этап прошел в апреле в Волгоградской области, второй в августе в Удмуртии, ну и третий, последний в Челябинской области. На третий этап прибыли 62 экипажа, а это 105 гонщиков из России, Казахстана, Белоруссии, Украины и Латвии. Организаторы подготовили 6 спецучастков общей протяженностью 400 километров. Третий этап уложился в три дня. В первый было открытие соревнований на площадке возле арены «Металлург». Ну а потом понеслося. Организаторы предоставили СМИ роскошнейший видеоряд. Тут те съемки и сверху, и снизу, и статичные, и в движении, и переговоры пилота и штурмана в мотовездеходе. Вот, например, автора этих строк больше всего порадовала погоня квадрокоптера с камерой за квадроаппаратами. Это потрясающий экшен. Приезжали люди без трех колес, приезжали люди без покрышек, приезжали люди даже без колесных дисков, на тормозных дисках. То есть, как бы вот, как-то так. То есть, как бы сегодня была такая бойня, я бы так сказал. Спасибо большое. Итак, Виталий Михайлович, я прошу вас повернуть налево через день километра 760 метров. Хорошо, Алексей Анатольевич, предупредите за 100 метров, пожалуйста. Марьев Бульдойтер не зацепи. Ну, сегодня трассы достаточно скоростные, хотя и опасные. Очень много камней, острых камней. Резина мягкая, опасно ехать. Скоростные этапы, навигация сложная достаточно. Штурманам, думаю, нелегко, но пилотам тоже. Расслабляться ни на секунду нельзя. В общем, как вы поняли по видеокартинке, особой грязи под Магнитогорском не наблюдалось. Изредка встречались небольшие лужицы, которые очень любят операторы, ибо там брызги и красиво. Ну, а в целом, было сухо и быстро. Много пыли квадрогонщикам удалось пустить в глаза зрителям. Главное, на третьем этапе квадросерии нужно было сберечь колеса и подвеску. И тот, кто спешил не спеша, избегал фатальных увечий аппаратов и побеждал. Всего соревнования проводились в семи категориях. Обо всех чемпионах рассказывать нет эфирного времени, а становимся на наших земляках, которые выступили очень даже хорошо. Ну, во-первых, у Екатеринбурга, напомню, победа в вездеходной категории ССВ Суперспорт Корякина-Власюка. Кстати, в абсолютной категории этот экипаж занял второе место. Кроме того, в категории мотовездеходов ССВ Спорт победил экипаж Ивана Стахеева из Заречного. Тоже наш Зёма. Ему указывал путь по легенде штурман Андрей Сталаш из Златоуста. Далее, в категории Adventure, то есть приключения, впервые в этом году придуманной для новичков-любителей, третье место взял Сергей Исаев из Первоуральска. Ну и еще у Стольного Екатеринбурга второе и третье места в категории вездеходов ССВ Стандарт. Серебро у Виталия Шишменцева, Алексея Волокитина, бронза у Александра Маслова, Григория Аптера. Ну а победил в этой стандартной категории ССВшек особенный экипаж. Пилот Айдар Галеев из Набережных Челнов и штурман Таисия Штанева. Да-да, барышня из Владимира. Раньше, с 2003 года, она постоянно выступала в классе квадроциклов АТВ. А в этом году впервые села штурманом. Стандартный вездеход и сразу же победа. Да, прав был поэт Некрасов. Есть женщины в русских селениях, в том числе и во Владимире. Я Та и доверяю, поэтому мне очень спокойно с ней ехать. Я знаю, что на самом деле в случае каких-то опасных моментов на трассе, она там верещит в переговорку только так. В общем, я у нас служба безопасности. Помимо штурмана, я еще служба безопасности, потому что, ну, естественно, оценивая, что лучше потерять немножко времени, да, снизить скорость, но доехать до финиша, чем, не знаю, там, совершать какие-то кульбиты и так далее, и рвать ремни и колеса.